в третьем, в четвертом и даже в пятом звене. Это вопросы, связанные с дроблением бизнеса. Чуть реже у нас в республике, по крайней мере, это с офшорными резиденциями и манипулированием ценами. Что касается офшорных резиденций, то здесь у нас отдельное законодательство, которое регулирует вопросы непосредственно взаимоотношений, и здесь действуют специальные антиуклонительные нормы. Если говорить о контрагентах, дроблении бизнеса и манипулировании ценами, то здесь работает антиуклонительная норма, статья 54.1. Детально об этой статье мы уже однажды рассказывали, кто смотрел наш, по-моему, первый интенсив, мы как раз рассказывали о том, на что же сейчас делают налоговые органы акцент при проверке предприятий, при проведении предпроверочного анализа, какую информацию они анализируют, для того, чтобы вменить контрагенту ту или иную информацию, ту или иную данных исследований. Вообще понятия, связанные с антиуклонительными нормами, они основаны на получении предпринимательной необоснованной налоговой выгоды. Понятие необоснованной налоговой выгоды в налоговом кодексе не содержалось ранее и использовалось постановление Пленума 53, на которое налоговые органы ссылались в свою сторону, налогоплательщики в свою сторону. И вот на сегодняшний день уже статья 54.1, она также трактуется налоговыми органами по-своему, налогоплательщики трактуют те или иные положения в свою сторону. И поэтому 10 марта 2021 года вышло письмо Федеральной налоговой службы, которое как раз-таки детализирует информацию статьи 54.1, и там содержится большой пул информации относительно дроблений бизнеса. Как же его проверять, как доказывать дробление бизнеса. То есть в письме ФНС от 10 марта буквально по косточкам разобрана процедура проведения проверки в отношении предпринимателей, которым меняется искусственное дробление бизнеса. Я буду вам очень благодарна, если вы будете писать свои вопросы, потому что у нас немножко такой, скажем, формат удаленный получается, но если вы будете активно задавать свои вопросы, то уйдете сегодня с максимальной просьбой. А те, кто будет смотреть записи, вы также можете писать свои вопросы, для того, чтобы получить на них ответы, естественно. Я думаю, что общественная приемная их обработает и в кратчайшие сроки даст вам развернутые ответы. Я тоже могу подключиться к этому вопросу. Что касается дробления бизнеса. Вообще теория дробления бизнеса, она, скажем так, существовала давно. На практике она была реализована также, но до 2017 года не существовало каких-то инструментов в налоговом кодексе, не существовало никакой информации в части методических рекомендаций, писем Минфина, Федеральной налоговой службы относительно того, что же такое дробление, когда, соответственно, разделение бизнеса можно квалифицировать как дробление бизнеса, да, то есть с чем вообще его едят. На самом деле первое дело о дроблении было в 2009 году. Дело связано с молочным заводом, но здесь дробление было, скажем так, косвенно вменялось. Здесь ключевым фактором было доначисление единого социального налога, да, то есть до страховых взносов у нас был единый социальный налог, и в этом конкретном кейсе молочный завод использовал дополнительно предприятие по давальческой схеме, которое занималось обработкой молока, предприятие, которое предоставляло персонал, скажем так, в найм, да, это аутстаффинг, который на сегодняшний день у нас законодательно запрещен для всех, только для обособленных предприятий, которые имеют на это право. Вот, и тогда это предприятие уменьшило единый социальный налог путем использования вот этой скрытой схемы давальческой на документах, когда по факту никакого разделения не было, и, кроме того, непосредственно сокращение налога на прибыль. Если говорить о том, что же произошло и что изменилось, за промежуток с 2009 до 2017 года была наработана значительная арбитражная практика, и, кроме того, были проанализированы налоговыми органами различные рекомендации, скажем так, вот налоговых коперфильдов, да, которые предоставляли, скажем так, бизнесу рекомендации по разделению бизнеса. На самом деле, вот один общеизвестный налоговый такой коперфильд, он рекомендовал вот схему бизнеса, разделение одну для всех, примерно идентичную, и у него есть такая толстая методичка, и налоговая просто переписала эту толстую методичку в своем письме 2017 года. И в августе 2017 года в свет вышло письмо Федеральной налоговой службы, которое раскрывало признаки дробления бизнеса с анализом арбитражной практики непосредственно. Что же вообще такое дробление бизнеса? Когда у одного предпринимателя условно несколько бизнесов, разделение которых было направлено на то, чтобы не платить налоги или уменьшить налоговую нагрузку. Например, у одного предпринимателя есть два предприятия. Одно занимается торговлей, одно предприятие занимается оптовой торговлей, другое занимается розничной торговлей, либо, скажем так, это торговля оптовая для предприятий, которые не требуют СНДФ. Когда была массовая зачистка, соответственно, массовых директоров и учредителей, налоговые органы вызывали к себе таких вот лиц и задавали вопрос, почему у вас зарегистрированы два предприятия, для чего вам два предприятия, которые занимаются торговлей, торговлей, не знаю, строительных материалов. И многие предприниматели говорили, мне нужно два, потому что одно у меня предприятие с НДС, и я продаю тем, кому нужно предприятие с НДС, а другое у меня предприятие без НДС. И я, соответственно, продаю тем покупателям, которым НДС не нужно. Вот в этом разделении налоговые органы видят, в принципе, имеет место быть разделение с целью ухода от уплаты НДС, с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Потому что если бы предприятие действовало как одно единое целое, то в этом контексте та часть, которая сейчас не облагается НДС, а подлежит обложению по специальному налоговому режиму, скорее всего, она бы могла облагаться НДС. И в данном случае налоговый орган это теряет, этот налог. Кроме того, очень часто используются схемы, связанные с использованием давальческой схемы, выделением различных обрабатывающих производств. Есть также выделение управляющих компаний, хранителей активов. То есть это все, что делается целенаправленно для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Но надо заметить, что, естественно, бизнес, он предполагает иногда в своем существовании некое структурирование. И здесь достаточно такая тонкая грань между искусственным дроблением и структурированием бизнеса. Если говорить о крупных инвесторах, например, естественно, у них бывает несколько видов бизнеса, зачастую может быть связанных, а иногда совершенно не связанных между собой. И, естественно, это подразумевает наличие нескольких юридических лиц или образования индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, которые занимаются тем или иным направлением. Если в этом есть логика, которая обоснована с точки зрения получения экономического эффекта не в виде налоговой выгоды, то, естественно, это обосновано. Вот то же самое, скажем так, разделение, когда предприятие действительно занимается оптовой и розничной торговлей. И в случае, если предприниматель занимается оптовой торговлей, и у него настроен канал продаж, сбыта, закуп на оптовую торговлю, система KPI сотрудников, система администрирования, отдельно работает юридический отдел, который согласовывает заключение сделок, контрактов дорогостоящих. То есть выстроена отдельная система, а для розничной сети требуется, наоборот, нагонять больше поток клиентов. Тут не до юридического сопровождения, тут больше работает маркетинг. Они нацелены на то, чтобы обеспечить трафик для вот в этот магазинчик, для того, чтобы увеличить объем продаж. Если у вас действительно вот это разделение обосновано экономическим эффектом вашего бизнеса, то есть получением экономической выгоды, деловой целью, целесообразностью организации бизнеса, то это не будет являться искусственным дроблением. Поэтому, когда говорят об искусственном дроблении, всегда подразумевается совокупность нескольких факторов. То есть нельзя сказать, что если вы разделили один там производственный цикл, или вот как в прошлом нашем вебинаре задавались вопросы, если непосредственно мы работаем под одной вывеской, но работаем в рамках франшизы, является это дроблением бизнеса или нет. Вот нельзя сказать о том, что это дробление бизнеса только по одному признаку. Если в вопросах анализа фирм с, скажем так, нехорошей репутацией, фирма однодневок, работает система СК НДС и видит, был ли уплачен НДС, как осуществлялась поставка, как осуществлялись расчеты, то есть там достаточно все просто. В вопросах дробления налоговым органам, естественно, нужно приложить немало аналитического ума при проведении предпроверочного анализа, для того, чтобы все-таки выступить с инициативой проведения выездной налоговой проверки в части дробления бизнеса, потому что нужно проанализировать ряд факторов. И вот первое письмо, которое перечисляло те признаки, которые относятся к признакам искусственного дробления бизнеса, это письмо от 11 августа 2017 года, в котором перечислялись признаки. Сейчас вы на слайде их можете видеть. Далее мы с вами сегодня более детально разберем каждый признак. Я постараюсь максимально раскрыть эту информацию. Если вы в своем структурировании бизнеса видите те или иные риски, которые присущи, может быть, вам или налоговая, там еще кто-то задает вам вопросы относительно искусственного дробления, то вы, соответственно, можете их задать и не писать. Мы сейчас с вами пробежимся по тем признакам, которые в первую очередь наиболее часто встречаются в налоговых спорах, и те, которые имеют наибольший вес. Наибольший вес с точки зрения принятия судебными налоговыми органами решений. Филипп, там какой-то вопрос был? Да, есть вопрос. А если мы с партнером разошлись? Он открыл свою фирму с НДС, а я работаю без. Мне неинтересно. Ну, то есть, видимо, у них разная категория клиентов. Нас могут наказать? Мы уже не вместе. Но были же. Вдруг подумают, что это такой план. На самом деле, многие маскируют свое такое разделение под каким-то вот таким, скажем так, разделением бизнеса в виде разделения собственников. Но на практике очень часто встречается, когда организовывается партнерский бизнес с друзьями, со знакомыми. А потом с течением времени меняется видение, порядок организации, бизнеса. И у каждого своя точка зрения на то, как это нужно вести. И, соответственно, они принимают решение расстаться, разделить, скажем так, нажитое имущество в бизнесе. И каждый идет своим путем. Здесь, соответственно, нужно проанализировать ряд факторов. Если вы разделились и действительно разделились, то есть нужно посмотреть, как у вас произошло вот это разделение, как разделилось имущество, как вы передавали остатки, как осуществились расчеты при разделении этого имущества. Кроме того, нужно обосновать, что теперь вот один из учредителей не влезает в дела другого предприятия. То есть там, соответственно, все сотрудники знают, что они получают распоряжение от иного лица. В связи с этим важно понимать, кто является конечным бенефициаром, чтобы не было такого, что один из этих учредителей ходит по двум предприятиям, раздает приказы, распоряжения, или они совместно там ходят из одного предприятия в другое. То есть здесь, естественно, если этих признаков не наблюдается, то нельзя вменить искусственное дробление бизнеса. Если каждый сам занимается своим делом, и, соответственно, каждый самостоятельно контролирует финансовые протоки, осуществляет операционную деятельность, то здесь имеет место быть вот такое вот разделение. Очень интересное дело, которое вообще в части дробления дошло до конституционного суда, это дело мастерс-инструмент, когда предприятие, занимающееся торговлей инструментами, реализовывало, скажем так, свою продукцию через ряд ИП и ООО, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц. И до 2020 года была такая практика, что если бизнес зарегистрирован на аффилированных лиц, на супругу и супруга, на детей, родителей, на каких-то бизнес-партнеров, то это являлось непосредственно наиболее таким существенным признаком, подтверждающим, что у вас здесь искусственное разделение. Однако в 2020 году стала появляться положительная практика для налогоплательщиков в том, что разрешается и супругу, и супруге, и детям, и родителям иметь схожий бизнес. То есть так же, как вот вы со своим деловым партнером, вы можете иметь схожий бизнес, но финансовые операционные потоки не должны пересекаться. То есть у вас не должно быть беспроцентных займов каких-то туда-сюда. Один произвел оплату за другого. У одного кассовый разрыв, а у другого генерируется вся выручка. В операционном управлении принимает каждый самостоятельно решение, и сотрудники действительно это знают. Если у вас это происходит таким образом, то, соответственно, вам вменить искусственное дробление нельзя. Если же вот аффилированность наблюдается в таком ключе, то здесь очень такой, может быть, рисковый момент. Вот. Я надеюсь, что я подробно ответила на ваш вопрос. Да. Да, и у нас появился дополнительный вопрос. А если с партнером у нас есть бизнес, я замутил свой. В скобчиках. У нас конфликты по управлению. Я зарабатываю с обеих фирм, а партнер только с одной. Это разве дробление? Ну, а здесь, во-первых, нужно смотреть, что у вас за бизнес. Если они у вас одинаковые, то есть, ну, не знаю, вы занимаетесь строительством совместно в одном предприятии, а в другом вы дополнительно еще что-то строите, то тут нужно смотреть, опять-таки, анализировать, как осуществляется управление, кто осуществляет это операционное управление, кто является конечным бенефициаром, как взаимосвязаны, как осуществляются контакты между этими двумя предприятиями. Такой самый любимый признак налоговых органов. Кто отправляет отчетность? Я более детально расскажу об этом, потому что сейчас это не ключевой фактор. Вообще, если до 2018, даже 2017 года акты налоговых проверок пестрили подчерковическими экспертизами, то в 2017 году вышло письмо, статья 54.1, которая сказала о том, что неважно, кто подписал первичный документ, это не является одним из существенных признаков совершения операции с недобросовестным контрагентом, признание ее с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Так вот, с 2017 года, в 2018 году акты налоговых проверок стали пестрить IP и MAC адресами. Мы об этом с вами чуть дальше более детально поговорим. Поэтому вот в этом ключе, если у вас один бизнес совместный, а один свой, если они совершенно разные, то есть направления деятельности, тут проблем нет. Если они с идентичным видом деятельности, то тут нужно, конечно, покопаться по структуре, посмотреть, что у вас там внутри, как организовано. Вот, я думаю, что я ответила на этот вопрос. Переходим дальше к нашей презентации. Ответили, я пока с вами взаимодействую, написал сообщение жене, что больше никаких беспроцентных займов, когда ей понадобится помощь, будет теперь мне платить. Да, вот здесь такая ходит. Ну, на самом деле, очень часто организации, которым свойственно искусственное дробление бизнеса, они любят отправлять беспроцентные займы. Вот, и, соответственно, налоговая задает вопрос, а почему вот эти организации не раздают эти беспроцентные займы всем? Да, почему они выдают только этой организации? Если здесь отношения между супругами, а в части дробления бизнеса очень часто встает такой вопрос, что, например, на супругов зарегистрирован совместный там одинаковый бизнес, да, то есть у него и у нее там, не знаю, розничные магазины по продаже какой-то одинаковой продукции. И вот раньше это прям вот считалось дробление-дробление. Сейчас суды пересмотрели свою позицию, говорят, что если эти фирмы функционируют на рыночных отношениях, то, соответственно, как бы ничего страшного. Кроме того, здесь нужно смотреть еще наличие брачных контрактов, да, и как это урегулировано в брачном контракте, если он есть, если есть разделение имущества какое-то. На самом деле очень интересна еще практика со супругами. В части разводов есть достаточно большое количество дел, когда разводы были признаны фиктивными с целью, скажем так, получения необоснованной налоговой выгоды или вывода имущества. То есть такая практика тоже есть. Поэтому вот, Филипп, да, здесь правильно, с супругой нужно выстраивать теперь рыночные отношения, когда распределяется вопрос, касается финансов. Потому что он может кого-то заинтересовать, даже такие внутренние семейные дела. Так вот, если мы говорим о дроблении бизнеса, то очень часто налоговый орган должен доказать, не просто перечислить эти признаки, а доказать взаимозависимость, подконтрольность и согласованность действий, направленных на неуплату налога. Лица могут быть взаимозависимыми, да, это могут быть бывшие партнеры, это могут быть отношения сотрудник-работодатель, это могут быть отношения там иные, родственные, да, а здесь дальше следует анализировать вопрос подконтрольности. Вот эти лица, да, которые мы сейчас перечислили, да, они аффилированные, взаимозависимые, но они подконтрольны кому-то одному или нет? Если доказывается подконтрольность через те или иные действия, то это одно дело. Если соответственно подконтрольность не доказывается, то это уже другой исход ситуации. И кроме того, важно доказывать согласованность действий, направленных на неуплату налогов, что действительно вы вот разделили два бизнеса таким образом, чтобы получить необоснованный налоговый выгод, чтобы сэкономить на налогах. Если цель разделения иная, например, там, получение какого-то экономического эффекта, что один разбирается в одном вопросе, другой в другом вопросе, что кому-то нравится работать с госконтрактами, кто-то работает, например, там, с коммерческим сектором, с частным сектором, да, вот в этих вопросах, естественно, важно, как, ну, с какой целью было вот это, скажем так, структурирование, разделение и вообще история образования этого бизнеса. В прошлый раз я уже затрагивала эту тему. Очень часто доказать разделение бизнеса можно, проанализировав, как организовано рабочее место, рабочее пространство, производственный цикл на предприятии. И для того, чтобы доказать продробление бизнеса, искусственное продробление бизнеса, налоговые органы прибегают к внезапной выемке. И теперь, соответственно, если говорить о том, что при проведении выездных налоговых проверок, проверок, проверках в основном, при проведении проверок по нехорошим контрагентам, не использовался принцип внезапности. Очень часто вручение решения о проведении выездной налоговой проверки и осмотр помещений для проведения проверки по дроблению бизнеса проходит одномоментно. То есть приходится вручаться решение о проведении осмотра, о выемке для того, чтобы налогоплательщик или лицо, которое подозревается в искусственном дроблении бизнеса, оно не было привлечено, оно не смогло, вернее, как-то скрыть те или иные документы или фактически обстоятельства. Потому что очень часто дробление бизнеса хорошо оформлено документально, но когда приходят налоговые органы или органы там УБЭП на место и анализируют, каким же образом организовано производство, каким образом передаются материалы, где хранятся материалы, как организовано складское хранение. Естественно, если здесь искусственное дробление, и оно имеет только формальный документ оборот, то на практике достаточно часто фиксируется непосредственно нарушение законодательства в этом вопросе. Очень часто до 2020 года, до пандемии, налоговые органы любили приходить в рестораны, в сеть общественных питаний, в сетки, да, для того, чтобы провести непосредственно осмотр того, как организовано территориальное расположение, как обслуживают официанты, потому что очень часто было популярно дробление путем выдачи двух чеков, условно, в ресторане выдаются два чека, один за бар, другой за кухню, там кухня или бар были на спецрежиме и, соответственно, использовали там ЕНВД в то время, да, когда его можно было использовать, а другой использовал упрощенную систему налогообложения, таким образом они минимизировали свою налоговую нагрузку. Хотя один и тот же официант обслуживает посетителя, одна и та же площадь, территория, да, то есть вот и налоговые органы при осмотре, соответственно, фиксировали, как вот это все организовано. Анализировали систему Айка, да, например, если есть там, как они выглядят, как куда вбиваются заказы, как распределяются, они передаются, то есть это вот было очень характерно для ресторана, для сети общественного питания. Поэтому принцип внезапности в анализе дробления бизнеса имеет место быть и очень даже популярен. Естественно, вот у нас много вопросов касается того, как вот доказать, что у меня дробление, оно не искусственное. В соответствии анализ арбитражной практики писем ФНС показывает, подтверждает, что в делах ограбления бизнеса ключевое вам необходимо доказать три фактора. Первый – это самостоятельность, каждый бизнес единицы. Второе – наличие деловой цели, неналоговые выгоды, да, то есть вот вы разделились, потому что в результате вот этого разделения у вас каким-то образом выстраиваются оптимально торговые потоки, заключение контрактов, осуществление деятельности, процессы ускоряются, ну и вообще бизнес заново оживает и начинает дышать по-свежему, да, скажем так, в результате того, что произошло разделение, вы демонстрируете после этого какой-то рост. И кроме того, что есть реальное разделение, потому что, вот как мы с вами говорили, при внезапном осмотре подтвердить реальность разделения – это вот как два пальца щелкнуть, потому что очень часто это разделение, оно имеет место быть достаточно, скажем так, формально. Так, что касается самостоятельности, при анализе самостоятельности очень важно, чтобы все бизнес-единицы должны самостоятельно осуществлять функции оперативного управления, осуществления деятельности, у них у всех должен быть необходим, необходимый штат, да, для того или иного вида деятельности, необходимая техника, необходимое оборудование, поставщики, да, все это анализируется по расчетному счету, кому осуществляются платежи, потому что очень часто, например, выделяется а-ля управляющая компания, которая выплачивает только зарплату. Эта управляющая компания даже не приобретает констовары, не приобретает компьютеры, не приобретает там технику и иные расходы. Вот из всех расходов у нее бывает аренда и сотрудники, и все, иных расходов нет. Но если вот взять любую аутсорсинговую фирму, то у нее есть все расходы, характерные для непосредственно этого вида деятельности, расходы на продвижение, маркетинг. Вот здесь они также должны быть у вас представлены, да. Если этого нет, то, естественно, вопрос, а кто же платит за эту фирму? Разные виды деятельности должны быть характерны. Если у вас пересекающиеся виды деятельности, то нужно, соответственно, обосновывать, почему вот такое вот у вас разделение одного вида деятельности на несколько обществ, да. То есть тут должна быть либо география разделения, либо действительно какой-то эффект, связанный с конкретным видом деятельности, с подразделением, либо там по продуктовой линейке вы различаетесь, по критериям покупателей. То есть это все должно быть зафиксировано. И деловая цель. Деловая цель – это не получение налоговой выгоды, да, а это оптимизация хозяйственной деятельности, снижение сдержек, увеличение продаж, улучшение управляемости персоналом, сокращение затрат на кадровое содержание, расширение рынка сбыта, получение прибыли и снижение предпринимательских рисков. Да, в частности, вот было одно дело, которое очень было интересно, оно дошло до Верховного суда, когда индивидуальный предприниматель был выделен в качестве отдельной бизнес-единицы, скажем так, где хранил свои активы, да, то есть этот индивидуальный предприниматель выступал хранителем активов, и когда, соответственно, налоговые органы задались вопросом, вообще, зачем нужно вот это разделение индивидуального предпринимателя как хранителя активов, им была представлена такая информация, что большая часть активов приобретается им в кредит и в лизинг, и, соответственно, для улучшения своего, скажем так, представления перед кредитными организациями для своей визуализации, он минимизирует это тем, что убирает операционные риски, потому что если предприятие с наибольшими операционными рисками, то ему, соответственно, даются займы под больший процент, и, соответственно, благодаря тому, что индивидуальный предприниматель вот так вывелся в отдельную составляющую бизнес-единицу, им удается минимизировать кредитную нагрузку путем получения наиболее так выгодных, скажем, кредитных продуктов, вот, и это дело действительно было, скажем так, интересным, знаковым, да, потому что здесь не было целью ухода от налогов, получения какой-то выгоды, здесь целью было непосредственно расширение имущества, которым предприятие, осуществляющее операционную деятельность, в принципе, может распоряжаться и которым может использовать. Вот, в целом мы поговорили как-то об этих основных пунктах, которые в первую очередь подтверждают самостоятельность, подтверждают разделение бизнеса, наличие деловой цели, и, конечно же, вот это разделение, оно должно у вас быть физически осуществлено, потому что я сама была на одном производственном предприятии, которое говорило о том, что у них нет дроблений бизнеса, но при осмотре это конвейерная линия, то есть идет вот один конвейер, конвейерная линия продукции, она, соответственно, изготавливается, и стоит как бы дверь, да, вот такое помещение, дверь, и конвейерная лента проходит через эту дверь, а за дверью а-ля другое предприятие, которое, соответственно, уже дорабатывает эту продукцию. На самом деле, если бы это было чужое предприятие, если бы это было два несвязанных предприятия, то должна была фиксироваться передача товара каким-то образом, да, продукции полуфабрикатов, должна была быть проверка качества, маркировка, при приемке должен стоять отдельный человек, который принимает, да, это количество, которое пришло по конвейерной линии, да, то есть здесь совершенно иным образом был бы организован территориально с точки зрения кадрового представления, с точки зрения документального оформления, то есть это было бы совершенно иное оформление, а не вот в том контексте, как это вот вышло, скажем так. Поэтому это очень важно. Вот, и если вы не знаете, дробление у вас или не дробление, вы должны себе ответить на вопросы, самостоятельная ли каждая физическая единица, бизнес-единица, имеет ли целью, деловая цель получения экономического эффекта, не выраженного в уменьшении налоговой нагрузки, а также как у вас физически все это представлено непосредственно, да, то есть это ключевые факторы, которые вы должны обосновать. Вот, и, соответственно, если вы положительно отвечаете, у вас есть обоснование под каждую причину, то это имеет место быть. Имеет место быть, что сотрудник ушел от работодателя, организовал там похожий бизнес, что, например, супруги решили организовать похожий бизнес, потому что там супруг и супруга разбираются в этом виде деятельности. Тоже место имеет там, когда у вас родители и дети организовывают похожие бизнесы, но здесь нужно соблюдать именно вот эти вот критерии. А если переходить к следующим аспектам, мы достаточно кратко с вами пробежимся по тем, скажем так, нюансам, которые пришли к нам из анализа арбитражной практики относительно того, что вменяется налогоплательщикам как признак, один из признаков искусственного дробления. Повторюсь, что всегда нужно рассматривать целокупность факторов. В первую очередь это, конечно, нет отсутствия расходов, необходимых для осуществления данного вида деятельности. Если у вас предприятие выделено, которое занимается, как мы говорили уже, каким-то бухгалтерским аутсорсингом, и у вас нет расходов на содержание офиса, приобретение констоваров, приобретение интернета и прочих аналогичных расходов, то, естественно, здесь ставится под сомнение вопрос самостоятельности этой бизнес-единицы. Очень часто бывает, что, например, предприятие, которое занимается розничной торговлей, оно вообще не покупает ни у кого ничего. То есть это индивидуальный предприниматель или раньше общество на спецрежиме, которое покупает, но ни за что, соответственно, не платит. А как покупает, непонятно. То есть оно тем самым уменьшает, если покупают у предприятия на общей системе налогообложения, соответственно, должны осуществляться с ним расчеты, но расчеты не осуществляются. То есть здесь должны характерные быть расходы. Филипп, был какой-то вопрос у нас или нет? Видимо, не было. Очень часто... Нет, нет, пока что нет. Я слежу за вопросами. Но есть небольшой комментарий, потому что я отслеживаю то, что там приходит еще в общественные приемные дополнительно сейчас по этому поводу. Как раз-таки по поводу того, каким образом налоговая себя ведет в том случае, если мне необходимо вдруг собрать достаточно большое количество денег в моменте. Ну, видимо, бывает такая постановка задачи. Налоговая над этим работает. Но, опять же, это комментарий нашего слушателя сейчас. Привел интересное дело, я пытаюсь его сейчас найти, про то, как Макдональдс пытались привлечь к ответственности, потому что большинство территорий, на которой Макдональдс располагается, то есть и сама недвижимость, то есть объект недвижимости и земля принадлежат какой-то главной компании. При этом происходит принуждение, ну, фактическое через договор, несмотря на то, что есть свободный договор, но принуждение к использованию этого объекта и к использованию конкретных поставщиков. И, собственно говоря, ну, я так понимаю, что было большое разбирательство над тем, все-таки дробление это или нет. Ну, то есть, с чего вдруг говорить, что это обособленные предприятия, если они обязаны брать в аренду у одного предприятия? Почему это обособленные предприятия, если они обязаны заплатить за вывеску, то, о чем мы говорили в прошлый раз, да, и использовать одну вывеску? И почему это обособлено предприятия, если они обязаны фактически использовать одних поставщиков? Ну, и, видимо, у Макдональдса достаточно хорошие юристы, потому что он продолжит работать, как работает. Ну, и я, собственно, пытаюсь вот найти эту правовую базу, это решение сюда. Может быть, вы об этом что-то слышали? Или, как в этом случае, когда такие крупные игроки... Я не помешала, нет, но интересно было бы посмотреть. Ну, вот, если я обязательно расскажу, но вот, да, у них такая модель работы. Вся недвижимость, собственно, которая используется Макдональдсом, то есть любыми их франчайзи, это та недвижимость, которая принадлежит головной компании. То есть они предлагают им пользоваться только тем объектом недвижимости, который они готовы за этим в аренду. Вот, собственно, мне действительно интересно, каким образом они ушли от ответственности в этом случае, и почему так получилось. Я думаю, что если наши слушатели и зрители об этом знают что-то более подробно, обязательно нам об этом напишите в чате, мы разберемся, потому что этот вопрос действительно классный. Да, потому что вопросы франшизы все всегда ссылаются на Макдональдс, как общеизвестную сеть, да, и вот. Это очень интересно, да. Я тоже проанализирую после того, как у нас закончится с вами вебинар «Дело Макдональдса». Ну вот, следующий наш пункт, скажем так, который изменяется налогоплательщикам и положен в сторону больших решений, которые принимаются против налогоплательщика, это несение расходов участникам схемы друг за друга. Когда есть разделение бизнеса, и один платит за товары, которые приобретаются для другого, то есть такая наблюдается каша в финансовых потоках. Вообще, для искусственного дробления бизнеса очень характерны, вот, скажем так, финансовые пересечения. И здесь налоговая, помимо того, что осматривает помещение, опрашивает сотрудников, большое внимание приводит к анализу расчетного счета. При анализе расчетного счета непосредственно анализируется, да, во-первых, конечно же, есть ли перечисления аффилированным лицам, по каким основаниям осуществляются займы, не займы, как осуществляются расчеты за кого-то или для кого-то, или оплачиваются за какую-то там организацию, да, непосредственно. То есть это вот анализируется при анализе расчетного счета, а у налоговых инспекторов доступ к расчетным счетам есть, есть, поэтому вы должны это знать. Чуть меньше упоминания, но гарантия победы налогового органа гораздо больше, это когда внутри группы осуществляются какие-то необычные виды расчетов. Погашение векселей, погашение займов, да, когда уступки происходят в группе компаний, или переводятся долги с одного предприятия на другое, с одной бизнес-единицы на другую. То есть это очень достаточно часто распространенный признак, и, соответственно, вам нужно понимать, что если вот у вас так, то у вас искусственное отрабление бизнеса, скорее всего. Когда участники схемы являются единственными поставщиками друг для друга. Когда есть одно предприятие на, соответственно, скажем так, общей системе режима налогообложения, налогообложения, которое приобретает товар, а затем передает его в обработку подавальческой схеме, и больше никого нет у них, да, то есть оно отдает все, а у того, соответственно, зачастую индивидуального предпринимателя только один заказчик, то, естественно, тут могут возникнуть вопросы к тому, а как же вообще рыночные условия, как же страховка от того, что один контрагент, и вы, соответственно, можете что-то потерять в этом случае. Судя по всему, у нас вопрос, да, Филипп? Да, есть вопрос. Это уже из моей практики, потому что мы действительно достаточно часто взаимодействуем с компаниями, которые предлагают какие-то услуги. В последнее время достаточно популярная услуга – отдел продаж. Собственно, есть компания, которая готова продавать мой товар или мою услугу. И некоторые из этих компаний предлагают следующую схему. Они совершают продажу моего товара, получают деньги к себе на расчетный счет, ну, потому что они боятся, что мы начнем работать с их партнерами или там с их покупателями напрямую, выплачивают мне, ну, я вот такой вариант вам рассказываю, или там выплачивают конкретному производителю какую-то сумму и, собственно говоря, оставляют у себя комиссию. Существенную комиссию доходит до 50% от стоимости. Вот последний случай, который я рассматривал, таким образом помогали приобретать технически сложные оборудования, компьютеры. Ну и, собственно говоря, покупатель приобретал компьютер за 500 тысяч рублей, производитель этот компьютер передавал агенту за 200 тысяч рублей, и агент 300 тысяч рублей в качестве своей комиссии себя оставлял. Вот в этом случае не будет ли это проблемой? И потому что для того, кто производит, собственно говоря, производитель, он специально нанял этого агента, чтобы он ему продавал, он не хочет этим заниматься. Это старое предприятие, пережитое Советского Союза, они не умеют продавать. И они нашли для себя классный вариант, они вот работают с одним поставщиком. Или еще один пример, сахарные заводы. Большая часть сахарных заводов в нашей стране работают через одного или там, через, может быть, двух своих дилеров, которые выкупают весь объем, а затем распространяют по маленьким партиям кому-то еще. Как они это обуславливают? Ну почему так вообще сложилась история? Потому что кто-то хочет купить сахар, обращается на завод, а им говорят, не проблема, давай на 20 миллионов покупай сахара. А я думаю, что на 20 миллионов сахар это как будто бы целый пляж. Ну, собственно говоря, мало кто захочет работать на таких условиях, а заводу мне интересно. Что делать в этой ситуации? Здесь вопрос не дробления бизнеса, здесь вопрос непосредственно ценообразования, то есть это продажа по, скажем так, вот такой вот цене. Ее можно рассмотреть как дробление бизнеса с точки зрения использования схемы по оптимизации. Здесь будет работать антиуклонительная норма, также статья 54.1. Если эти операции осуществляют эти сделки не между контролированными лицами и не встает вопрос использования трансферного ценообразования, то тут будет вопрос рыночности отношений включаться. И если действительно закупается, ну, удастся доказать, что закуп происходит, и завод всем предоставляет вот по 200 тысяч, да, компьютеры, то и там сахар по соответствующей цене, а цена на рынке за этот компьютер может быть оценена действительно как в 500 тысяч, то здесь как бы проблем не должно быть, потому что я знаю, на практике очень часто встречается, когда агенты берут очень хорошее вознаграждение, особенно за какие-то сложные сделки, да, вот здесь включается вопрос, еще подключаются оценщики, то есть как доказательство в суде и в налоговом оспаривании, налогоплательщик может предъявлять отчет оценщика, который, естественно, будет раскрывать рыночную стоимость сделки, и вот здесь будет вопрос, касающийся именно ценообразования, потому что как таковая схема по вот агентированию, она здесь вряд ли будет характерна теми признаками, которые характерны для дробления бизнеса. Если же она будет характерна, одинаковые IP-адреса, отправки отчетности, MAC-адреса, да, ID телефонов, с которых согласовываются платежи, тогда да, здесь можно будет привязать дробление бизнеса, если этого нет, то тогда здесь вот будет включаться вопрос ценообразования и контроля уровня рыночности цен в рамках выездной налоговой проверки, если это не контролируемые лица и нетрансферной ценообразования. Вот думаю так, Филипп. Я кратко расскажу, да, продолжу дальше, чтобы у нас осталось очень мало времени. Следующий признак – это произвольное движение товара в группе. Когда товар приобретается на одну бизнес-единицу, продается с другой бизнес-единицы, один общий склад, как они там хранятся, где чей товар хранится, непонятно, да, то есть это очень характерно для искусственного дробления бизнеса. Когда существуют нестыковки в бухгалтерском учете, и следующий аспект – это когда создается группа компаний не с целью получения прибыли непосредственно, да, а в результате образования группы компаний появляются убытки и уменьшается налоговая нагрузка за счет увеличения убытков предприятия. Это очень характерно для вот искусственного дробления бизнеса. Дробление в целях сохранения права на специальные налоговые режимы и когда новая бизнес-единица появляется перед приближением к лимиту другого предприятия. Словно, несколько предприятий на спецрежиме и вот у одного уже подходит лимит там их 150-200 миллионов, соответственно, они принимают решение открыть, а то предприятие не работает. Открывается новое, которое, скажем так, добирает обороты за остаток года, а это вот этот случай. Самый интересный момент – это не касающийся даже вывесок с сайтов обозначений. Очень хорошо, что в прошлый раз мы более детально об этом поговорили, затронули тему франшизы, да, кто не смотрел, может посмотреть в записи на канале непосредственно амбусмена общественной приемной. Наш предыдущий вебинар, посвященный численности сотрудников как критерию малого-среднего бизнеса, мы затронули вопрос дробления бизнеса. Также в конце, во второй части, вот вы можете детально прослушать про франшизу, про общие вывески, да, в рамках того нашего вебинара. Я обещала дать ссылочку на стоимость роялти, потому что стоимость роялти не может быть заоблачно-космической. Вот здесь вот очень тесное переплетение идет с вопросом, который Филипп задавал, да, ценообразование. Вот здесь ссылка, вы можете по ней пройти, посмотреть непосредственно роялти в различных отраслях, как определяется ставка роялти, а также ежегодно в уходе справочных расчетных данных для оценки консалтинга. Оценщик им пользуется ежегодно, иметь свежие. Вот я настолько нашла в свободном доступе это за 2020 год информацию, в 2021 год, к сожалению, в открытом доступе бесплатно не нашла, но у оценщиков она есть, я думаю, что не сильно меняется с течением года. Интересный момент, касающийся непосредственно касающийся непосредственно отправки платежей и отчетности. Вот всегда создается какая-то управляющая компания, которая отправляет отчетность, и тем самым объясняет, например, IP-адрес, которого отправляют отчетности. IP, MAC-адреса, это как бы всякие ежегодные платежи, инвалидные органы контролируют. И говорят, опять же, у нас был бухгалтерский орган. Дальше самый интересный момент с бухгалтерским айфортингом сказал бы, что если действовать в суд, в данном законе, не вредит отчетности, в суде. Да, а не вредит отчетности и не вредит отчетности терроризма. Указывается на то непосредственно, что бухгалтерский айфортинг бухгалтерские аутсорсинговые фирмы, да, меня, надеюсь, слышно. Бухгалтерские аутсорсинговые фирмы должны состоять в реестре непосредственно и отчитываться в Росфин Мониторинг о том, за кого, какие платежи они отправляют. Очень большое количество вот этих аутсорсинговых фирм, которые занимаются таким бухгалтерским услугам, не состоят в таком реестре. Соответственно, они не имеют права отправлять банковские платежи. И, соответственно, ID телефона, с которых подтверждаются телефоны, IP-адреса, с которых осуществляется отправка отчетности, не может быть идентична для группы компаний. Это ключевой фактор, который вы должны понимать и знать, соответственно. Дальше таким интересным моментом является тот факт, который говорит непосредственно об эффективности отношений в группе. То есть, да, есть разделение, есть кто-то работает в подавальческой схеме, кто-то занимается обработкой, кто-то хранением, но это все фиктивно. Если прийти и проверить, то фактически это ничего не организовано на предприятии. Вот. Кто же непосредственно будет выступать в качестве подтверждения? В качестве подтверждения будут у нас выступать внутренние политики, бизнес-планы, миссии компаний, стратегии компаний, да, то есть это будет насвидетельствовать о том, что у вас есть вот какое-то разделение, вы к этому пришли, вы просчитали экономический эффект от этого, и все иные признаки, это перечисление денежных средств, движение товарных потоков, они у вас осуществляются самостоятельно. Вот. Я думаю, что на этом мы закончим нашу теоретическую часть. Если у вас есть вопросы, вы можете задать нам эти вопросы. Вот. Ну и вроде бы в чате ничего нет. Да, пока, Филепп? Я думаю, что я думаю, что тема сложная, и, собственно, как с предыдущей темой нам поступит большое количество вопросов постфактум, потому что тут действительно есть много о чем задуматься, действительно, я вот все еще ищу кейс про Макдональдс, мне это очень интересно, потому что, по большому счету, действительно, вроде как с общепризнанной теорией, ну, по крайней мере, то, что мы сейчас обсудили, это не бьется, но они все еще существуют, и надо посмотреть, как это было реализовано, как это сделано с точки зрения закона, потому что предпринимателям нужно изначально вести себя правильно. Ну, то есть, особенно мне понравилась история про то, что большинство компаний, которые оказывают консалтинг или там проводят платежи, не состоят в специализированном реестре. Хочу отметить, что действительно большинство и юристов, ну, к сожалению, к моему, это мое профессиональное разочарование, что большинство юристов точно так же, абсолютно, часто бывают некомпетентны, при этом стараются донести определенную услугу до населения либо до бизнеса, и могут привести это к разрушению бизнеса. То же самое я знаю, точно касается бухгалтерских компаний, аудиторских фирм. При выборе контрагента обязательно потратите какое-то время на то, чтобы выяснить историю этой компании с тем, чтобы можно было с ней работать. Это достаточно просто. Не стыдно попросить кейсы. К любому юристу вы можете подойти и сказать, а расскажи-ка в чем ты был лучшим, покажи документ. Подойди к бухгалтеру, к аудитору ровно то же самое. Ну и наше традиционное завершение. Как мы знаем, что многие люди начинают смотреть, собственно, наши выпуски с конца, советов за весь наш сегодняшний разговор? Ключевой первый фактор, да, не нужно думать, что любое разделение бизнеса это искусственное дробление. Да, некоторое разделение структурирования может быть вызвано экономической целесообразностью, но здесь оно должно подтверждаться. И поэтому первый фактор, если у вас несколько предприятий, это не значит, что они обязательно у вас, скажем так, организованы с целью получения необоснованной налоговой выгоды и это искусственное дробление бизнеса. Поэтому, если вы столкнулись с такой ситуацией, проанализируйте. Первое, как у вас движутся финансовые потоки, как у вас движутся товарные потоки, и как организована самостоятельность бизнес-единицы этих каждых. Второй аспект, это, естественно, нужно держать руку на пульсе, нужно анализировать арбитражную практику, смотреть письма налоговых органов, быть подписанными на телеграм-канал Деловорот, в частности, также у аудиторской фирмы Палладиум есть свой канал, где вы можете отслеживать всю информацию о тенденциях в области налогообложения и права непосредственно. Это очень важный аспект. И третий аспект, это, естественно, не только, скажем так, документальная подготовка, но и реальность. Все, что у вас организовано в реалии, вы должны соответствующим образом документально оформлять. То есть вы должны подтверждать всю организацию вашего бизнес-процесса документально. Штатные расписания, трудовые, должностные инспекции, то есть это все должно быть у вас непосредственно подтверждено. То есть все, что у вас документально, должно соответствовать реальности. И это ключевой фактор реальности осуществления вашего бизнеса безопасно. Вот, я думаю, таких три совета. Спасибо. Как обычно, очень приятный диалог. Мне всегда безумно нравится вообще вас слушать, потому что действительно мало таких великолепных специалистов. Спасибо. До свидания.